доброго времени суток друзья приветствую всех на канале razon game сегодня мы с вами посетим один из вновь открывшихся проектов на базе игры арма 3 ну и как вы можете заметить называется он world zone game сокращенно в з г hard life rpg вот такое вот сложное название но прежде чем зайти на сервер давайте посетим группу вк данного проекта и почитаем что же нам приготовили разработчики и так вот статья всем доброго времени суток я думаю все мы помним старый добрый сервер под названием genesis я думаю много кто хотел бы вернуться в ту атмосферу что царило в то время так вот мы стараемся сделать сервер без каких-либо супер фишек которые жирают много фпс сделать старый добрый altis на котором нет кислотной травы которая бросается в глаза супер новых дорог которые очень сильно выделяются на фоне всей карты делать супер красивые города в которых заходишь с профризом и тому подобное это конечно все красиво но плачевно вот такая вот статья нас встречает в группе века из которой на мой взгляд можно подчеркнуть только одно новый проект на старте будет старым но давайте заходите смотреть на все своими глазами вдруг все не так вдруг все гораздо лучше чем написано в этой статье ну и вот точка появления я выбрал не ковалу я выбрал аэропорт мне почему-то захотелось посмотреть на этом проекте именно аэропорт так как меня уже запугали в начале статьей о том что изменений никаких не будет я решил что ковалу они точно не тронут и пришел в аэропорт ну а как выглядит аэропорт вы сейчас видите вся архитектура которая присутствует здесь взята с карты таново в виде аэропорта самого здания аэропорта виде каких-то шалашей ну и разбавлено все это левосторонний мод мейкерской позаимствованной архитектурой которая на самом деле больше сожрет фпс а чем любое дорожное покрытие но как и обещали разработчики это единственная локация на карте которая подверглась изменениям в остальном в большей массе на карте изменений нету карта стоковая ну и к слову о карте давайте по ней быстренько пробежимся карта стандартная как я уже и сказал вот с такими вот в общем с таким вот оформлением и никакого интерактива не какой-то своей менюшки ничего у нее нету это обычная старая стандартная карта с и видоизмененными иконками надо сказать что не в лучшую сторону до убрали старый принадлежащий юниорской сборки огромные иконки заменили их вот на такие вот блеклые и плохо надо сказать читаемые иконки но вот это все изменения по . мы можете заметить это сток стандартный ну а так как на карте смотреть не на что передвигаемся дальше дальше у нас банкомат банкомат выглядит ну а чего ожидать то вот чего я уже не чему не удивляюсь все очень очень старо старый банкомат получаем 75 тысяч подъемных а много это или мало сейчас узнаем следующий магазин по очереди у нас магазин лицензий и вот тут уже открывается название hard life этого проекта потому что даже категория c грузовики стоит 200000 летная 300000 поэтому грузовиков мы друзья не увидим на этом проекте без лицензии вы грузовиков да и легковых автомобилей и авиационного транспорта вы не увидите это старая древняя сборка на которой требуется лицензия никто ничего здесь не изменил вот все как было когда-то в стоке так она есть остальные цены вы можете увидеть ну а мы передвигаемся в следующий магазин и следующий магазин у нас будет магазин одежды прокручивать буду быстро по той простой причине что я уже сказал это древняя сборка ничего уникального мы здесь не увидим поэтому магазин выглядит вот таким вот образом это старый ангар то есть никто не заморачивался по поводу интерьеров просто вот установили старую древнюю дурацкую сборку на самом-то деле в сером ангаре мы смотрим на одежду которые уже я не знаю наверное лет восемь выглядит все вот таким вот образом привычный нам уже ну или не может быть и нам привычный мне корзины с вещами здесь нету поэтому надо осторожно выбирать одежду я вот например не поосторожничал и оделся вот так вот как вы сейчас видите шапка ушанка потому что на под на ней на последний я остановился ну и рюкзак тоже на котором я остановился последний раз тот на мне и оказался корзины здесь нету хотя это очень удобная фишка но разработчики же говорили что хотят погрузить нас в атмосферу некого дженезиса восьми или десяти летней давности поэтому погружаемся друзья погружаемся ну и вот в общем то вся одежда и вот таким вот образом я теперь выгляжу но двигаемся дальше и следующий магазин единственный магазин который я смогу вам показать с такими ценами на лицензии это магазин легковой техники ну само здание тоже никаким образом нас не удивляет это настолько уже приевшиеся здания его используют практически на всех проектах ну а вот список транспорта начинается список с принадлежащие этой древней сборки старым старым машинам этот волга трешка ли шестерка ну и там пошли вот вы сейчас видите по списку все древние принадлежащие этой сборке машины несколько урезаны потому что нет например древней шкоды микроавтобуса но вот остальные там гольфик трешка вот эти вот машинки все которые вы сейчас видите они все принадлежат этой сборке далее идет d3s pack в общем-то он и занимает огромное место на этом проекте сам проекта не тяжелый а вот d3s pack здесь весит достаточно много но когда мы подходим к середине этого списка который вы сейчас видите я его опять же таки буду проматывать достаточно быстро потому что ну никого здесь не удивишь d3s pack уже приевшаяся такая тема на практически всех проектах он присутствует но сейчас мы подходим к середине списка этого транспорта да и тут надо обратиться обратно к той самой статье которую с которой вернее я начал этот обзор давайте ее еще раз прочитаем но теперь уже не ту самую статью а чуть чуть ниже и так читаю также понимаю что многие могли подумать связи с предыдущим постом что сервер делается только ради доната можем вас уверить что это не так мы не отрицаем что его не будет совсем но мы также будем стараться чаще вас радовать теми же плюшками за вашу активность в группе в к ну и от себя я должен сказать что я тоже не против доната потому что мы проект должен как-то существовать какие-то какой-то доход получать но вот мы доходим даже еще не дошли до середины списка этих автомобилей и дальше начиная выше середины и до конца все за донат если честно я вижу такое вообще в первый раз серьезно я обошел в такое количество проектов я видел много донатных техники много донатных магазинов но вот такого списка доната я не видел вообще ни на одном проекте я не знаю в чем здесь фишка может быть это все будет потом раздаваться может быть это все запасено авторами для какого-то розыгрыша но я вижу то что я вижу здесь огромное количество больше 160 процентов всего транспорта который здесь представлен он за донат он закрыт вы это все сами видите при входе мне никакой випки не давали ничего очень не давали вот вы видите то что видите я не знаю как это объяснить как эта статья и вот то что мы видим сочетается между собой ну это уже дело так сказать авторов как они себе это видят ну значит так они себе это и видят ладно не будем здесь задерживаться потому что посмотрите все равно здесь не на что машинки все заезженные если честно заезженные мы их можем встретить абсолютно на любом проекте абсолютно он есть везде я имею ввиду этот d3s пак давайте двигаться дальше и дальше у меня всегда по плану магазин летной техники многих это интересует да но я уже говорил что это древняя древняя сборка просто ради эксперимента и ради того чтобы не голословить я покажу что я подошел к магазину попробовал с ним взаимодействовать эти магазин выглядит вот как столб и под ним стоит табличка это магазин так вот взаимодействуешь с магазином и тебе ничего не показывается выскакивает табличка что вы не можете ничего видеть без лицензии я еще и восемь лет назад говорил когда только эта сборка развивалась что тогда еще надо было поменять и на многих проектах это поменяли ведь действительности если говорить о реальности да мы можем прийти в магазин даже без одежды не то что без документов я могу зайти в магазин в одних шортах например и просто посмотреть технику которую я хочу купить мне нужно знать на какую сумму я должен рассчитывать сколько стоит вертолет мне нужно знать сколько мне надо зарабатывать да а тут чтобы узнать сколько стоит эта техника тебе сначала надо заработать 300 тысяч просто для того чтобы ее увидеть это бред это бред сумасшедшего но это выбор разработчиков пускай делают так как хотят мое дело показать и друзья я не знаю как мне объяснить мои дальнейшие действия я видимо обо что-то ударился но я решил заработать на этом проекте я всегда захожу с обзорами начинают все испытывать на своей шкуре я здесь сделал примерно то же самое я пошел купил самую дешманскую машину но там были еще дешевле ну там старье реальное старье я купил вот эту баги баги кстати конченая у нее не работает свет у нее нет свет у нее работает только задний свет фары есть фары светятся но света впереди вы видите нету не работает там там же автор еще и забыл и текстуры колес внутри прописать ну очень такая конченная машинка я взял ее и поехал на яблоки я не знаю зачем мне это сделал я уже до первых порах понял что это старая древняя сборка которая меня уже давно не интересует но я поехал зарабатывать естественно что на такой сборке яблоки собираются тяпкой тяпаешь бьешь по земле появляются мешки потом собираешь мешки потом я залез планшет который кстати вот выглядит вот таким вот образом который вы сейчас видите и в планшете я увидел что яблоко стоит 15 баксов а мне надо заработать 200 тысяч чтобы хотя бы посмотреть какие машины есть я не знаю зачем я это начал делать абсолютно не знаю надо сказать что это очень быстро закончилось это очень быстро закончилось так что вот наверное на этом я обзор данного проекта и закончу это очень тяжелый проект он старый он тяжелый он реально не зря носит название hard life я показал вам экономику какую-то да там вот яблоки по 15 баксов из рабочих занятий есть только dhl dhl и все но это древность это древность стандартная желтенькая машинка абсолютно стандартная ездишь по точкам точки не изменены ничего не изменено вот стандарт стандартный это все что есть и я бы принципе понял если бы разработчики например хотели бороться за фпс да и не делали никаких изменений в карте там окунуться в ту атмосферу там не знаю кому это будет интересно но вдруг найдут такие люди но какие-то новые скрипты то можно было завести на проект но неужели вас самих то уже не тошнит от этого dhl почтового доставщика от копания яблок с мешками я не знаю я выражаю свое мнение меня например затошнило очень быстро поэтому я бросил все это дело из этого проекта ушел ну а вы смотрите сами если кому-то интересно интересен то проект открытого но уже два дня как работает поэтому играйте заходите играйте мне например он не зашел но это мое мнение я сторонник развития армы а не деградации а это как раз таки шаг назад это к древности ну авторы и говорили в своей статье до что они хотят погрузить игрока вот в ту самую какую-то атмосферу я не знаю на мой взгляд если хочешь уйти какую-то старую атмосферу до выбрать свой смартфон купи nokia 3310 и ходи с ним ну вот она будет больше пользы играть в игру который восемь лет и она без изменений без малейшего изменения мне например не интересно до роли плейщики начнут говорить что это все неважно главное это человек как он отыгрывает ну так заходите и играйте если вы роли плейщик до мозга костей но вот как показывает практика почему-то все люди играют на топовых серверах посмотрите все они новые они высокотехнологичные ну естественно в рамках армы высокотехнологичные да все вот посмотрите все эти проекты которые в топе они новые они развиваются а вот таких вот проектов их куча и вот например еще один проект который открылся буквально на днях и не смотрите на название advanced rp потому что я сам не знаю почему там написано advanced rp потому что проект называется эксорсус роли play altis life это все то же самое вот прямо один в один практически что я вам только что показал но только здесь не такая хардовая экономика и не переделал аэропорт все остальное один в один стоит тот же самый d3s пак карта стоковая ну вот в общем вот такой проект открылся тоже совсем недавно я нисколько не хочу принизить достоинства роли плейщиков или любителей старья вот этого в бога ради заходите и играйте но почему-то показывает практика что такие проекты у старые на старые древние сборки без всяческих изменений но не живут они долго но не живут вот например небольшой список проектов на которых я побывал и которые открывались ровно под таким же лозунгом мы хотим возобновить старую атмосферу куда делись такие проекты как импакт роли плей секунд лайф ласт лайф ван рп асгард роли плей дельта сквад арис лайф а ведь все хотели восстановить вот эту вот старую старую какую-то атмосферу а может быть она уже никому не интересно и его сейчас вот я показал вам кадры снятые мною на проекте эксорсус который открылся буквально вот неделю назад на что называется найди отличие но в эфире живет проект симпро симпро которому уже пять лет и этот проект не закрывается ни на один день на нем годами никого нету вот там есть та самая старая атмосфера старая атмосфера и стабильность божественная стабильность нет действительно очень жаль что у человека нету хорошей сборки у него стоит вот этого древняя сборка любой из вас сейчас может зайти набрать в поисковике симпро скачать мод у него работает тс к и зайти пять лет он не отключается я два года назад зашел туда купил машину и сегодня я зашел смотрю и все там есть там все на месте вот вам пожалуйста проект пять лет в эфире в любой день днем ночью заходите он открыт несмотря на то что там годами никто не заходит проект открыт но там действительно годами никто не заходит людям это не интересно поэтому я понятия не имею зачем почти каждый месяц открывается проект с лозунгом мы хотим погрузить вас вот в ту самую атмосферу на мой взгляд чтобы погрузиться в ту самую атмосферу нужно и игроков найти тех самых а многих уже даже в живых нету когда начиналось развиваться роли плей на базе игры арма некоторым нынешним игрокам еще не было даже школьного возраста они еще писать читать не умели а теперь они играют в арму и как вы собираетесь погрузить их в ту самую атмосферу если они понятия не имеют поэтому эта палка о двух концах я считаю что уже надо наверное отказываться от идеи кого-то куда-то погрузить а просто надо развивать арму чтобы она окончательно не умерла и я наверное скажу даже больше вот этот лозунг мы хотим восстановить старую атмосферу погрузить вас в игровое пространство того времени это больше отмазка а потому что чтобы создать какой-то интересный инновационный проект с хорошими интересными скриптами текстурами нужно потратить время силы и деньги проще конечно же взять старую сборку завалявшуюся где-то на просторах интернета залить ее и назвать ее старым добрым словом атмосферная ну а по сути это просто старьем но это мое личное мнение поэтому вы заходите смотрите играйте если вам понравились эти проекты они открыты они ждут своих игроков заходите получайте удовольствие ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго а